Прошло столько месяцев, прежде чем я добрался до второй части эмиграции, период подготовки, но просто столько всего происходит между делом, хочется что-то обсудить, о чем-то поговорить. Не думал я, что я назову вторую часть «Чистка мозга», хотелось мне вторую часть полностью посвятить изучению языка, но вот так уж получилось, что я за это время получил огромное количество писем, где люди рассказывали о своих ситуациях, часто задавали вопросы, но очень много было писем странных, я бы сказал, писем, где проявилось такой своего рода российский инфантилизм, детское наивное отношение к жизни, нежелание брать на себя ответственность, непонимание или неосознание того, что взрослые люди всегда сами за себя отвечают, за свои действия. Вот я сейчас зачитаю письмо одной женщины, вы поймете, о чем речь. Оно очень коротенькое. «Я такая-то, такая-то, у меня муж, двое сыновей 10 и 5 лет, мы давно мечтаем переехать в Германию, пожалуйста, подскажите нам, кто бы нам мог помочь в оформлении визы и в дальнейшем трудоустройстве, желательно не задорого». Такие письма ставят тебя в тупик, с другой стороны, ты понимаешь, что люди вообще не понимают, о чем речь. Они высказывают некое желание и думают, что иммиграция – это своего рода привилегия. Вот они мечтают, они хотят, а кто-то им устроит визу, работу, может быть, встретит с цветами на вокзале, вообще даст им ключи от их квартиры, куда они переселятся и прочее. Я ответил ей, подумайте, уважаемая, а зачем кому-то заниматься вашим трудоустройством? Это что, какая-то малоразвитая страна, здесь, может, какая-то целина, куда зазывают людей за длинным рублем или еще что-то? Ведь речь идет о цивилизованных странах, куда, кстати, помимо людей из России, Украины, Белоруссии и Грузии, едут люди со всего мира, в том числе и с Китая, с Малайзии, с Бразилии, с Чили, даже из многих европейских стран, из Италии, Португалии, пытаются переселиться в страны, где уровень жизни чуть повыше. Почему? Потому что у них тоже есть интернет, у них тоже есть форумы, они что-то обсуждают, какой-нибудь перуанский парень приехал, хорошо устроился, ну и все из своей деревни рассказывают, как здесь классно, давайте переезжайте. И это есть реальность. Люди, которые переселяются из стран с не очень высоким уровнем жизни, как правило, при этом готовы тяжело и много работать. Например, китайцы, почему их много и они везде устраиваются? Потому что в своей стране они работают за совсем маленькие деньги, у них очень длинный рабочий день и там они работают далеко не так, как работают русские. И приезжая сюда, они легко занимают именно ту сферу, сферу обслуживания, которая здесь в Европе необходима и в чем есть потребность. Поэтому прежде чем вообще задумываться об иммиграции, спросите себя, а моя профессия соответствует этой стране? Может быть мои мечты это розовые замки, которых я понастроил себе? И может быть мой уровень не то, что там Германия, США или Канада, а может быть мой уровень просто Сербия, Чехия, Польша или даже Прибалтика на худой конец? Мое личное мнение, что в России будет все хуже и хуже, это то, о чем я говорю. И очень скоро, господа, я вас сейчас удивлю немножко, но очень скоро даже в Кыргызстане и в Казахстане будет намного лучше, чем в России. Поэтому оценивайте ваши шансы равноценно тому, кто вы есть, какой вы специалист, какой у вас возраст, если у вас еще временной запас для интеграции. Если вам 50 или 60 лет, то вообще иммиграция для вас становится очень сложной. Всем женщинам и мужчинам пенсионного возраста я советую только одно, ищите вариант фиктивный брак, потому что у вас просто уже нет времени на интеграцию, на изучение языка, а второе, вы уже как работник здесь не нужны. Дальше, если вы молодая семья, если вы хотите завести ребенка или второго ребенка, тогда спросите себя, обладаете ли вы так называемыми контируемыми профессиями, что относится к этому. Врачи, инженера высокой квалификации, айтишники, программисты, веб-дизайнеры, какой-нибудь вы там крутой фотограф, музыкант, вы учитель танцев, у вас несколько иностранных языков или один очень хороший иностранный язык в запасе, тогда да, тогда ищите программы или ищите работу через интернет. И ваша цель это получение рабочей визы, получение blue card, если речь идет о работе в Европе. Либо вы молоды и вы играете в лотерею green card, пока она еще существует, либо вы переезжаете по одной из программ переселения в Канаду. Кстати, по поводу этого я получил еще одно письмо, уникальное, на мой взгляд, показывающее, насколько сознание людей находится на низком уровне. Мужчина пишет, я работаю в области нефтедобычи, жена работает в банке, двое детей, уровень языка английский, школьная программа, хотели бы переселиться в Германию. Я ему сразу ответил, ну раз у вас английский язык, то вам лучше выбирать в США, Канаду, англоговорящие страны, так как вы уже можете читать на этом языке, уже что-то у вас в голове есть. Нет, отвечает он мне, США мне не нравится, потому что там плохая система образования и плохое медицинское страхование. Канада мне не подходит, потому что там холодно, а я хочу в Европу для того, чтобы родители могли ко мне приезжать в гости. Вот так вот. Подобные письма меня ставят в совершенный тупик. Я ответил человеку, вы же не в отпуск собираетесь, господин хороший. Такое ощущение, что вы рассуждаете так. Мне этот отель нравится, но он далековато от моря, и в нем три звезды. А я хотел бы пять звезд, чтобы прямо на берегу моря, и чтобы еще желательно за минимальную цену. Так не бывает. Иммиграция – это серьезная, сложная дорога, где вам придется буквально бороться за свое существование. Иммигранты первой волны, то есть те, кто непосредственно решаются на этот шаг, делают этот шаг, они должны понять, что они делают это для следующих поколений, для своих детей. Они готовят площадку, на которой уже дети будут лучше себя чувствовать, чем они. А они должны быть готовы к 20-30 годам сложной, кропотливой работы и подстепенного интегрирования в другую систему, в другую культуру, в другой язык. Создание связи, накопление капиталов, я не знаю, строительство дома, где будут жить ваши дети. Если вы это не можете сделать, тогда просто оставайтесь в своей стране. Вы получаете мало денег. Ради бога, устройтесь на вторую работу, устройтесь на третью работу, зарабатывайте больше денег и будьте готовы к тому, что ваши дети также будут работать на двух-трех работах, а помимо этого у них останется несовершенная судебная система. Вы в любой момент можете вступить в серьезный конфликт с правоохранительной системой. Вас могут незаконно посадить, вас могут незаконно обобрать. У вас будет все хуже и хуже медицинское обслуживание. Но если вы не готовы в другой стране, например, стать на какое-то время обслуживающим персоналом, тогда будьте готовы жить вот так, продолжать жить в своей стране. Все просто. И я предложил этому человеку воспользоваться программой помощи переселения штата Манитоба в Канаде. Почему? Потому что Манитоба – одна из немногих провинций, помогающая переселенцам. У нее есть список профессий, но даже если вы попадаете в список этих профессий, которые нужны в этом штате, это, извините вам, не Греция, берег моря, это не Италия, это заснеженная Манитоба, но даже туда, прежде чем вы получите возможность туда переселиться, вы должны пройти интервью. И на этом интервью вы должны показать уровень языка C1 и C2, то есть продвинутый уровень. Вот о чем подумайте. Плюс, конечно, удивительное рассуждение. Я не хочу играть в лотерею Green Card, потому что в США мне не нравится система образования и медицинского страхования. Хочется спросить такого человека, а вы ее пробовали, эту систему образования? Ваш ребенок уже родился там, уже походил в американский детский садик, а потом закончил начальную школу и старшую школу. Вы уже попробовали это? Только на одном примере я вам скажу. Ребенок, заканчивающий школу в России, не в состоянии связать двух слов на английском или немецком языке, если он не закончил специализированную школу. Ребенок, закончивший гимназию в Германии, свободно владеет английским языком, не только говорит, но и пишет. Плюс еще один иностранный язык, смотря какая школа. Французский или испанский на хорошем уровне. Потому что школы в Западной Европе понимают, что мы живем в глобальном мире, и детям, выпускающимся из школы, важнее знать иностранный язык, чем, например, прочитать «Войну и мир» или стихи Лермонтова. То, что вам продолжают до сих пор внушать. Сейчас современные школы в Европе, и в том числе в США, делают акцент на физику, химию, математику. Эти предметы усложнены, а вот география и прочие идут факультативно, на них вообще не обращают внимания. Да, американец не может на карте показать, где находится Украина. Ему это нафиг не надо. Не сравнивайте систему образования Европы-США с системой образования в России. Поэтому, господа, говорить о том, что кто-то вам будет помогать, еще, внимание, не задорого, просто потому, что вы захотели, изъявили желание, это и есть вот этот самый российский инфантилизм. Состояние общества подростковое, не взрослое, не способное принимать серьезные решения. И последнее письмо, которое я хотел бы зачитать. Здравствуйте, хотел обратиться к вам за советом. Подскажите, как мне уехать из России. Я политически неактивна. Прямого давления со стороны властей на меня нет. Политическое убежище не для меня. Я не крутой специалист. Говорить о том, что я представляю колоссальную трудовую ценность, не приходится. У меня нет миллионов за спиной. Я, как и 90% россиян, живу от зарплаты до зарплаты. Я уже не так молода, чтобы претендовать, например, на студенческую визу. Мне 35. С языком тоже не в ладах. С трудом свяжу пару фраз на английском, не более. И такая серая мышка. Но мне очень страшно, моей дочери 14 лет. Я боюсь, что ее жизнь будет еще хуже, чем моя. Что мне делать, чтобы уехать, если у меня хоть какой-то шанс? Вот понимаете, да? Три письма приблизительно одного и того же толка. Ответить здесь можно так. С таким раскладом никакого шанса нет. Вы не относитесь к 3-4% иммигрантов, которые эмигрируют из всех стран в другие страны. Почему? Не потому, что у вас нет денег. Не потому, что вам 35 лет. Не потому, что вы серая мышка. А потому, что вы хотя бы не можете посадить себя и начать изучать серьезно ваш английский язык, чтобы ваш уровень был не «могу связать несколько фраз», а уровень B1, B2, C1, C2, то есть продвинутый уровень сейчас в наше время, такие возможности есть. Если вы не можете часть своих денег отложить на изучение языка, если вы не можете скачать учебник, скачать обучающую программу, их сейчас очень много, если вы не можете отказать себе съездить в этом году в Турцию или еще куда-нибудь, а заказать себе курс изучения по скайпу, где с вами человек индивидуально будет заниматься непосредственно с вашей разговорной речью, и посвятить этому не неделю-две, а может быть целый год, а может быть два года посвятить этому, и дальше вы не можете зайти в интернет и найти какую-то сферу деятельности, сфере обслуги, где вы можете применить свои скромные знания английского языка, то тогда просто забудьте, и вашей дочери действительно будет еще тяжелее, чем вам, потому что в стране ситуация будет еще хуже, и ей может быть потом все равно придется переезжать, но уже тогда, когда ваша квартира, которая сейчас стоит там хотя бы 20-30 тысяч, не будет стоить и 5 тысяч долларов, так как инфляция, так как страна становится беднее и беднее, вот о чем речь. Поэтому коротко подводя итоги, для эмиграции есть определенные возрастные ограничения, в цивилизованных странах очень высокая конкуренция, чем лучше уровень жизни, тем выше конкуренция, в цивилизованных странах, как правило, очень много специалистов со всего мира, но не хватает людей в сфере обслуживания, знайте об этом. В цивилизованных странах, чем выше уровень жизни, тем выше уровень языка от вас требуется. Есть определенные котируемые профессии, которые легко проходят во всех странах, и для этих профессий существуют блю карты в Европе, и плюс пункты для различных программ переселения, и плюс большие квоты для Green Card США. И поэтому, если вы сейчас заканчиваете школу и думаете, куда вам поступать, соответственно, выбирайте такие сложные профессии для того, чтобы у вас было больше шансов. Готовьтесь к тому, что иммиграция – это не привилегия, а это сложный, тяжелый путь. Последнее. Никто не будет заниматься вашими проблемами, водить вас за ручки в чиновничьи учреждения, сидеть там с вами в очередях, переводить документы, переводить письма за недорого, как написала женщина в начале. Если вы хотите пользоваться чьими-то услугами, будьте готовы к тому, что вам придется эти услуги оплачивать. Последнее. Если у вас вообще нет никаких денег, у вас нет квартиры, которую вы можете продать и инвестировать в свою новую жизнь, то просто забудьте, этот путь не для вас. На этом все. Пока.